Ой, похоже я сегодня последний пришел, ну хорошо, что урок еще не начался. Всем привет! Ой, Луау пришел, я уже думала, что он не придет сегодня. Привет, Луау! Что? Опять этот Луау? Да как он смеет вообще в мой класс заходить после всего, что было? Ну я ему сейчас покажу! Эй ты, уходи из моего класса! Что? Да чего бы это я уходил, это мой класс тоже! Ничего не твой, я первый здесь учиться начал! Эй, Панки, это ты что так из-за скейти переживаешь? Похоже тебе сильно не хватает уверенности в себе! Да ты даже и близко не смей к скейти подходить, понял меня? Ага, конечно, скейти сама выбирает с кем ей общаться, а тебя я уж точно слушать не стану! Ну ты сам напросился, на, получай! Ах, вот ты как, ну держись! Эй, ты чего? Вот я тебе сейчас покажу! Эй, больно же! Ой, мальчики, вы что делаете? Луау, сядь пожалуйста за свою парту! Эй, Твинг, ты лучше не вмешивайся, а то и тебе тоже достанется! Ну как же не вмешиваться, Санни? Ты только посмотри, что происходит! Да это всего лишь мужские разборки, все пацаны дерутся иногда! Да ты что, Санни, им же больно, ну сделай же что-нибудь! Да ничего я не буду делать, пусть дерутся, если хотят! Ты еще пожалеешь, что вообще со скейти познакомился? Да я жалею лишь только о том, что давно с тобой не подрался! Эй, пацаны, ну хватит уже! Садитесь уже на свои места! Эй, Скриббл, не мешай лучше нам! Да вы что, сейчас же Вера Васильевна придет, вы хоть представляете, что потом будет? Ладно, ты прав, Скриббл! Эй, ты что теперь будешь на каждом уроке на меня налетать? Да о чем вы вообще думаете, так вести себя в школе? А это вообще-то он первый начал, а не я, вот ему и говори! А с ним я потом отдельно поговорю! Пойдем, Панки! Тебе повезло, что у тебя такой друг, а то ты бы потом пожалел, что связался со мной! Ага, конечно, напугал! Между прочим, синяк под глазом у тебя, а не у меня остался! Да подумаешь, синяк, ерунда какая! Мне вообще-то и не больно совсем! Ой, ребята, а что здесь произошло? Луау, почему у тебя синяк? А это Вера Васильевна Панки решил, что я не должен в этом классе учиться! Конечно, не должен! Пусть идет туда, откуда его пришел! Что? Панки? Это что, ты его ударил? Да, это он сам виноват! Пришел сюда, как ни в чем не бывало! А у нас, между прочим, с ним конфликт! Ну все, мне это уже надоело! Быстро идем к директору, разбираться во всем этом! Вот видишь, это все из-за тебя, между прочим! А ты зачем вообще сдал меня? Это вообще не по-мурски! Ой, набрали новых учеников в школу! Классы все переполнены! Но ни минуты покоя нету! Ну кто там еще? Проходите! Это я мальчиков привела из 11-го Б! Вы только посмотрите, что они сделали на уроке! Здравствуйте! А я здесь вообще ни при чем! Это все он! Эй, а ты чего ябедничаешь? Я, между прочим, считаю, что это ты во всем виноват! А ну-ка, стойте, мальчики! Вы что себе позволяете в кабинете директора? Вот видите, Людмила Николаевна, совсем неуправляемые стали! Да уж, Панки, объясни мне, что происходит! Ты же раньше никогда не дрался! А что тут объяснять? У нас вообще-то с ним конфликт давно! И тут его в мой класс перевели! Ну, значит, вам нужно помириться как-то, раз уж вы теперь в одном классе! Помириться с ним? Да вы что? Я вообще не хочу видеть его каждый день! Можно подумать, я хочу на тебя смотреть! Но я, между прочим, не выбирал, в каком классе я буду учиться! Ну и что нам теперь с ними делать, Людмила Николаевна? Ой, Вера Васильевна, думаю, придется нам их по разным классам разделить! Пускай Панки в свой класс возвращается, а я Луао в другой класс определю! Хорошо, Людмила Николаевна, думаю, это будет верное решение! Пошли, Панки, завтра придешь с родителями в школу! Эй, а это еще зачем? Ну и что мне с тобой делать, Луао? Куда тебя переводить? Да мне все равно куда, главное, чтобы там нормальные пацаны были! Нет уж, Луао, у меня есть идея получше! Я переведу тебя в класс, где учатся одни девочки, чтобы ты совсем больше ни с кем не дрался! Одни девочки, говорите? А что, меня это устраивает? Хе-хе! Ну что ж, девочки, продолжаем урок! Кто пойдет к доске? Маргарита Юрьевна, а можно я пойду к доске? Здравствуйте, ребята! Извините, что отвлекаю, я привела в ваш класс нового ученика! Здравствуйте, всем привет! Меня Луао зовут! Ой, Людмила Николаевна, а я думала все классы уже набраны! Да, набраны, но этот ученик дерется с другими мальчиками, поэтому я его в ваш класс определила! Ой, а если он и в нашем классе будет девочек бить? Да вы что, я девочек вообще никогда не обижу! Ну хорошо, Луао, тогда садись за первую парту в Сплейтерс! На первую парту, говорите? Ну хорошо! Я надеюсь, Маргарита Юрьевна, вы сможете влить его в коллектив! Ну что ж, ребята, продолжаем урок! Ты видела, Бритни? Луао в наш класс перевели! Да, Скетти, интересно, с кем это он подрался? Мне тоже интересно, но надеюсь, что не с Панки! Ой, Луао, а мне нравится твой синяк под глазом! Меня, кстати, Сплейтер зовут! Ой, это что, Скетти в вашем классе учится? Ну да! А ты что, ее знаешь? Ну конечно, она же моя подружка! Привет, Скетти! Привет, Луао! Не ожидала, что тебя к нам переведут? Да, я и сам не ожидал! Ну я уже очень рад, что так получилось! Хе-хе! Ну что, Скрибл, ты видел, как все круто получилось? Я же говорил, что он не будет в нашем классе учиться! Вот он и не учится! Да, Панки, ты молодец! Добился все-таки того, чего хотел! Это точно, Скрибл! Пускай он теперь знает, что в этой школе я главнее, чем он! Нашел, чем гордиться, Панки! Между прочим, ты первые эти разборки начал! Я сама все это видела! Ребята, вы что разговариваете во время урока? Твенг, ты зачем, Скрибл, отвлекаешь? Да я не отвлекаю! Извините, Вера Васильевна! А вот я считаю, что их нужно рассадить, чтобы они не отвлекались! Все равно первая парта свободная! Ну что, Твенг, пересядешь на первую парту? Да, конечно, Вера Васильевна, я пересяду! Вот и замечательно! Теперь в нашем классе опять тихо будет! Фирс, а ты зачем сказала, чтобы Твенг пересадили? А что, Скрибл, тебе понравилось с ней сидеть? Да нет, не в этом дело! Ты что, Фирс, просто она и в самом деле была ни в чем не виновата! Ой, Твенг, теперь мы с тобой совсем близко сидим! А хочешь, я к тебе пересяду? Нет, Саня, ты что? Меня и так уже отчитали! Оставайся на своем месте! Твенг, ты что? И здесь умудряешься с мальчиками разговаривать? Да нет же, извините, Вера Васильевна, я буду молчать! Да, я тоже на это надеюсь! А то придется мне и тебя тоже к директору везти! Ой, а я что тогда, в одном классе с Луао буду учиться? А, Вера Васильевна, Твенг ни в чем не виновата! Это я ее отвлек, извините, пожалуйста! Ой, как же мне надоело разбираться, кто прав, а кто виноват! Ой, ну вот и урок закончился! Позанимались называется сегодня! Здорово, урок закончился! Можно домой? Пойдем, Скриббл! Прикольно! Сегодня вообще позаниматься не успели! Хи-хи! Ой, Скитти, а ты чего здесь стоишь одна? Я Панки жду, Луао, хочу с ним помириться! Правда? А вы что с ним, так сильно поругались? Да, он обиделся сильно, из-за того, что ты тогда на руках меня нес и совсем со мной разговаривать не хочет! Правда? Ну, надо же, какой обидчивый он у тебя! Ой, Луао, а может быть ты поможешь мне, объяснишь ему, что на самом деле ты просто хотел мне помочь? Ну, ладно, Скитти, я попробую что-нибудь сделать! Ой, спасибо тебе, Луао, ты настоящий друг, я тогда пойду Панке на лавочке подожду! Надеюсь, Панке выслушает Луао, у него вообще нету никакого повода обижаться на меня! Ну вот, дожились, тебе придется мне Панке со Скитти мирить! Надеюсь, он совсем не выйдет из этой школы никогда! Эй, опять ты? Ты что здесь стоишь? Скитти ждешь? Да нет, не Скитти, на самом деле я тебя жду! Правда? А что тогда тебе нужно от меня? Да я хотела Скитти с тобой поговорить, ну насчет того случая, когда я ее на руках нес! Ты мне лучше не напоминай про это, а то опять подеремся! Да ты выслушай меня, на самом деле Скитти тогда ногу очень сильно подвернула, и вообще идти сама не могла, и между прочим до тебя не дозвонилась! Что, прямо так сильно подвернула? Ну да, у нее вон до сих пор нога замотанная, вон полюбуйся, на лавочке сидит, ждет тебя, между прочим! Ну ясно, Луао! Ладно, ты извини, что так получилось, ну что тебя в другой класс перевели, спасибо, что все объяснил! Да это мне ему спасибо надо говорить, что меня перевели в один класс со Скитти! Ой, Скитти, привет! А что у тебя с ногой? Ты случайно ногу не сломала? Да нет, Панки, не сломала, просто подвернула очень сильно, но мне уже гораздо лучше! Правда? А я тут с Луао поговорил, и он мне все рассказал, ну что он просто помочь тебе тогда хотел! Ну да, Панки, я же пыталась тебе все объяснить тогда, но ты меня вообще слушать не стал! Ну извини меня, Скитти, давай тогда помиримся с тобой наконец-то и сходим вместе куда-нибудь! Да, Панки, сходим, но только у меня все еще нога забинтованная, хи-хи! Ой, я вижу, вы помирились уже! Ну хорошо, завтра увидимся, Скитти! Да, Луао, до завтра! А, Скитти, а почему это вы завтра с ним встречаетесь? У вас что, тренировка? У тебя же нога болит! Да нет, Панки, у нас не будет никакой тренировки, просто теперь Луао в одном классе вместе со мной учится! Его что, в твой класс перевели? Да, он там подрался с кем-то в другом классе, и поэтому его к нам перевели! Ну это случайно получилось, или ты что, опять мне не веришь? Да нет, Скитти, теперь я тебе верю! Ну похоже, я зря старался, чтобы его перевели с моего класса! Ой, посоветуй, подруга, что мне делать? Мне так нравится Луао, а он даже не смотрит на меня! Да, это просто он не знает, Твенг, что нравится тебе, поэтому и не смотрит! Так, ты что, хочешь сказать, что мне нужно все ему рассказать? Ну конечно, Твенг, ты главное одень, платье какое-нибудь или юбку, чтобы ему точно понравилось! Ну вот, смотри, как тебе такое платье? Да нет, ну ты что, это не платье, а какая-то ночнушка, тебе совсем оно не идет! Хорошо, я поняла, Биби, сейчас другое надену! Ну, а это, как тебе? Вот это уже поинтересней! Ну, тоже что-то не то, а что-нибудь еще есть? Да, сейчас еще примерю один комплект! Ну что, этот тоже не нравится? Ой, а этот нравится, это то, что нужно, Твенг! Когда Луао тебя увидит такой, то он сразу влюбится в тебя! Ой, Биби, надеюсь так и будет, скорее бы уже завтра наступило! Доброе утро, всем привет, ребята! Ой, Твенг, привет! Ты присаживайся за нашу парту! Да ты что, Скриббл, забыл? Меня же уже за другую парту пересадили! А, точно! Совсем забыл, Твенг! Эй, Скриббл, что это такое было? А, что было? О чем ты, Панке? Да ты держи себя в руках! У тебя все-таки твоя девушка с тобой в одном классе учится! Ты что, подскочил, когда Твенг увидел? Да, как-то это само получилось! Да, я думаю, Фирс не заметила ничего! Что-то я не поняла! Скриббл что хочет, с этой Твенг сидеть? Скриббл, ты если не хочешь один сидеть, тогда я к тебе пересесть могу! Да нет, Фирс, мне нормально одному! А что? Ну просто, ты зачем, Твенг, рядом с собой садиться предлагаешь? Да, это я просто так из вежливости! Я просто забыл, что ее пересадили! Да, пересадили, Скриббл, еще нам прошлой недели! Как такое можно было забыть? Ой, Твенг, ты сегодня такая красивая! А можно я сегодня буду с тобой сидеть? Да нет, Санни, я не хочу, чтобы учительница опять замечание мне делала! Да ты не переживай! Если хочешь, я могу поговорить с учительницей! Нет, не нужно, Санни! Мы еще новенький в этом классе, давай не будем с ней спорить! Ну, как хочешь, Твенг! Я тогда попозже попрошу учительницу, чтобы она нас вместе посадила! Ну, может быть, через недельку или через две? Хе-хе! Что-то я не понял! Похоже, этот Санни явно пытается Твенг понравиться! Надеюсь, она не будет никак реагировать на это! Китти, мне кажется, что Луау постоянно смотрит на тебя! Как ты думаешь, может быть, ты нравишься ему? Да нет, ну что ты, Бритни! Тебе просто кажется, мы с Луау просто друзья, вот и все! Ребята, на сегодня урок окончен! Можете идти по домам! Ой, ну наконец-то! Уроки закончились! До завтра, Сплейтерс! До завтра, Луау! Ну что с Китти, уроки закончились? Может быть, мы вместе домой пойдем? Да нет, Луау, я уже Панке пообещала, что мы с ним встретимся после уроков! Ну, ясно, Скитти! Ну ты скажи мне, если передумаешь, и я провожу тебя! Все-таки, Скитти, я права была! А куда это вы с Панке договорились пойти вместе? Да никуда мы еще не договаривались! Это я просто Луау так сказала, чтобы он не приставал ко мне! Ну что, Скриббл, сегодня в футбол после уроков играем! Да, Панке, все как договаривались! Я уже и мяч из дома принес! Что, пойдем на стадион? Да, пошли! Ой, подожди, у меня телефон звонит! А, Скитти, привет! Привет, Панке! А у меня уже уроки закончились! Что, пойдем вместе домой? А, Скитти, так я же сегодня со Скрибблом в футбол играть иду! Я просто забыл тебе сказать! Правда? В футбол? А можно я тогда приду посмотреть? Да, приходи, конечно! Мы здесь, в школе, на стадионе будем! Ну хорошо, Панке, тогда я приду поболеть за тебя! Представляешь, Скриббл, Скитти решила прийти поболеть за меня! Ты не против? Да нет, Панке, это же здорово! Вот бы за меня тоже Твенг пришла поболеть! Что-то я не понял, Скриббл, а почему это Твенг, а не Фирс? Ой, ну наконец-то эти уроки закончились! Надеюсь, Луао еще не ушел домой! Как же я переживаю, только бы все получилось! Ой, Твенг, привет! Рад тебя видеть! Ой, привет, Луао! Что, у тебя синяк еще не прошел? Сильно болит? Да нет, ты что, вообще не болит? Ну хорошо, Луао, а мне с тобой поговорить нужно наедине! Правда? Ну говори! Пойдем только в другое место, чтобы нам никто не помешал! Ты что-то заинтриговала меня совсем! Хе-хе! Тебе что, правда интересно? Ну конечно! Говори, что там у тебя произошло? Да нет, ничего не произошло! Я просто хотела спросить тебя, тебе нравится, как я выгляжу в этом платье? Или мне лучше в шортах ходить? Да нет, ты так тоже ходи, мне нравится! Правда? И ты мне тоже очень нравишься, Луао! А, да? Я нравлюсь тебе! Это очень неожиданно! Эй, Скитти, стой! А ты куда? Подожди, Луао, ты же мне ничего не ответил! А, Твенг, а что я тебе должен ответить? Ну как что? Я тебе сказала, что ты нравишься мне, а ты мне ничего не сказал! А, понимаешь, Твенг, я даже не знаю, что тебе сказать! Ты красивая очень, но мне на самом деле другая девушка нравится! Какая еще девушка? Вот эта, что ли, которая мимо прошла? Так ведь это же девушка Панки! Да, это она сейчас девушка Панки! А пройдет время, и она моей девушкой будет! Это я тебе точно говорю! Ну ладно, мне пора, Твенг! Да что же это такое? Он что, посмеяться решил надо мной? Я ему в своих чувствах призналась! А он за другой девушкой побежал! Только бы Луао не пошел за мной, а то опять с Панки поругаемся! Эй, Скитти, ну подожди! А ты почему одна идешь? Ты говорила, что с Панки встречаешься! А, так я и встречаюсь, и я иду к нему на стадион! Он там футбол играет! Ух ты, футбол играют? А ты что, тоже будешь с ними играть? Да нет, Луао, я просто пойду поболею за ребят! А что, может мне тоже пойти в футбол поиграть? Пускай Скитти из-за меня тоже поболеет! Ну-ка, Скриббл, давай-ка мне быстро рассказывай! Тебе что, твенк нравится? Да я точно не уверен, Панки! Я вообще надеюсь, что пройдет время, и я забуду про нее! Ну конечно! И как же ты забыть ее собираешься, если она перед тобой сидит? Ой, мальчики, ну что, вы уже играете? А какой счет? А, да мы не на счет играем, Скитти! Просто так со Скрибблом решили мяч погонять! А, ну ясно! Ну я тогда посмотрю, как вы играете! Ты не против, Скриббл? Да нет, Скитти! Ты что, конечно, чего бы то я против был? Ну хорошо, мальчики, я тогда на лавочке посижу! Ух ты, прикольно! Вы что, тут в футбол играете? А можно с вами? Ничего не получится, Луао! У нас со Скрибблом двое, а ты один! Так что у тебя нет команды! А давай, Панки, с тобой сыграем один на один! Или ты боишься проиграть? Да чего это бы я боялся, Скриббл? Ты не против, если я с ним один на один сыграю? Да нет, ребята, я не против! Ладно, вы тогда играйте, а я домой пойду! Ну вот и замечательно! Приготовься проиграть, Панки! Ага, конечно! Тебе меня ни за что не обыграть! Хоп! Эй, стой! Хе, гол! Скетти! Ты это видела? Да, молодец, Панки! Отличный лукар! Рано радуйся, Панки! Хе! Эй, ты чего? Так нечестно! Хе, и у меня гол! Скетти, ты видела, как я его? Да, я видела! Молодец, Луао! Эй, Скетти, что-то я не понял! А ты за кого болеешь? За меня или за него? А, так я за вас обоих болею! Вы молодцы! Отлично играете! Нет, это неправильно, Скетти! За него не надо болеть! Ты только за меня болей! Эй, а за чего это ей указываешь? Пусть болеет за того, кого хочет! Хе, хе, и зачем я только призналась Луао? Лучше бы все было как раньше! Лучше бы я ему вообще ничего не говорила! Ой, Твенг, а ты почему плачешь? Что у тебя случилось? Да нет, Скрибл, я не плачу совсем, тебе просто показалось! Да ты что думаешь, я не вижу что ли? Ты расскажи мне, что произошло! Да что тут рассказывать, просто мальчик, который нравится мне, сказал, что ему нравится другая девушка! Да не может быть такого, Твенг! Он что, слепой что ли? Ты же такая красивая! Спасибо, Скрибл, за поддержку, но тебе все равно не удастся никак поднять мне настроение! Да зря ты так думаешь! Для начала вытри слезы, вот теперь уже гораздо лучше! Ой, и в самом деле лучше стало! Да конечно, тебе вообще не стоит грустить! А хочешь, пойдем в кафе, посидим, поболтаем, у тебя точно настроение повысится! Ты так думаешь? Ну пойдем тогда! Ну вот видишь, ты уже улыбаешься! Ну что, Луао, решай еще гол! Давай кидай панки, у тебя ничего не получится! А это мы сейчас и проверим! Ха! Ой! Ура! Гол! 2-1! Скейти, ты видела? Я победил его! Да, я видела панки, ты молодец! А давай еще раз сыграем, посмотрим, кто выиграет! Да зачем мне это, Луао? Скейти уже и так увидела, что я круче тебя! Да, Скейти? Да, я не срамниваю вас, панки! Я просто пришла на игру посмотреть! Пойдем уже отсюда! Ну что, ты все понял, неудачник? Хе-хе! Ну что ж, на этот раз ему повезло, но я все равно от своего не отступлю! Ха! Ну что, Твенг, расскажешь мне, что там за парень такой, которому ты могла не понравиться? Да, ты знаешь его, Скрибл, это Луао, он совсем недолго в нашем классе учился! А это что ли? Ну понятно, панки со Скейти постоянно ругаются из-за него! Да, Скрибл, он так и сказал, что ему Скейти нравится, увидел ее и побежал за ней! Ну, похоже, этот Луао серьезно настроен! Думаю, тебе лучше себе другого парня найти! Эх, если бы все было так просто! Вот тебе повезло, Скрибл, вы нашли с Фирс друг друга и у вас не все хорошо! А, ну да, и повезло! Ну, только ты знаешь, мы тоже с Фирс ругаемся иногда! Я иногда даже думаю, а правильный ли я выбор сделал? Да, конечно, правильный Скрибл! Фирс такая хорошая девушка, ты даже не сомневайся! Ой, сейчас мороженое поем и домой пойду! Что? Не может быть! Оказывается, у Скрибла свидание в кафе Ственг! Что же мне теперь делать? Наверное, мне нужно Фирс все рассказать! Ой, Витчи, остановись возле магазина, я хочу себе мороженое купить! Остановиться? Ну, хорошо! Хочешь, я схожу, куплю тебе мороженое! Да нет, Витчи, я сама схожу! Я устала уже весь день в этой машине сидеть! Так, интересно, я все купила или нет? Нужно список посмотреть! Ага, ну вот, лимон забыла еще купить! Так, а где же здесь лимон? А, ну вот же он! Хе-хе! Ну вот теперь вроде бы точно все! Нужно еще раз мой список проверить! Так, воду взяла, батон взяла, молоко взяла! О, в этом магазине такой хороший выбор мороженое! У меня даже глаза разбегаются! Какое же мне выбрать? О нет, кажется, это Мария! Надеюсь, она меня не заметит! Ну что ж, пожалуй, сегодня я выберу вот это ванильное мороженое в шоколаде! Ммм, обожаю мороженое! Хе-хе! Ой, а это что, Рейнбоу, что ли? Рейнбоу, привет! Ты что, за покупками пришла? Ой, хе-хе! Привет, Мария! А я тебя и не заметила! Да? А я тебя сразу узнала! Ой, ну ничего себе! Сколько же у тебя покупок сегодня! Да, Мария! Хе-хе! Я решила купить себе продуктов на неделю вперед! Правда? И я тоже так делаю! Это очень удобно! Да, удобно! Только нести тяжело! Хе-хе! В самом деле, Рейнбоу, а как же ты все это понесешь? Да, донесу как-нибудь! Не в первый раз уже столько покупаю! Да нет, ты что, Рейнбоу! Девушкам нельзя носить такие тяжести! Пойдем, я скажу своему парню, чтобы он помог тебе продукты до дома донести! Пошли, Рейнбоу! Вон его машина стоит! Эй, что-то я не понял! Это что, Мария вместе с Рейнбоу с магазина вышла? Витчи, я тут одноклассницу в магазине встретила! Давай отвезем ее домой! А то у нее такая тяжелая корзина с продуктами! А, ну хорошо, Мария! Давай отвезем, если так нужно! Хе-хе! Да нет, это совсем не обязательно! У вас же свои планы были! Что я буду вам мешать? Да не было у нас никаких планов! Витчи, ну скажи, что это будет совсем не сложно! Да, конечно не сложно! Мы только сейчас корзину закрепим где-нибудь, а то она в машину не влезет! Ну вот, теперь все! Поехали, девчонки! Ну же, пошли, Рейнбоу! Не стесняйся! Ой, ну спасибо вам, конечно! Ну я бы и сама могла дойти! Ну что, девчонки, не тесно вам? Мне не тесно! А тебе, Рейнбоу, нормально? Да, мне нормально! Все в порядке! Ну вот и отлично! А что, мне нравится ехать в такой компании! Хе-хе! Фирс, мне нужно рассказать тебе кое-что! Но я даже не знаю, как это сделать! Да что произошло, Вероника? Ну говори же уже скорей! Да, тут такое дело, Фирс! Я вчера в кафе ходила и встретила там скрибула твоего, а он там был не один, он там был другой девушкой! Да что за глупости, Вероника! И какая еще девушка? Он там был с Твенг, ну с этой новенькой из нашего класса! Да быть такого не может, Вероника! Ты, наверное, специально все это выдумала! Да ты что, Фирс, для чего бы я это специально выдумывала? Да потому что я знаю, что тебе раньше тоже скриббл нравился, вот ты, наверное, решила поссорить нас, чтобы с ним теперь встречаться! Да как ты можешь такое подумать обо мне, Фирс? Ты же моя лучшая подружка! Ой, Витчи, сдай назад немного, там моя подружка Фирс гуляет, я хочу с ней поздороваться! А, ну хорошо, Мария! Эй, привет, Фирс, как дела? Привет, Мария, как-то дела у меня не очень хорошо! Правда? А что случилось? Ты представляешь, Вероника сказала, что моего скрибла вчера в кафе с другой девушкой, видела! Ну ничего себе, Фирс, и что же ты сейчас будешь делать? Да ничего я не буду делать, я не верю вообще, что Вероника правду говорит! Ах, ну если ты мне не веришь, Фирс, тогда я тебе вообще больше ничего рассказывать не буду! И как ты могла подумать, что это я все специально придумала? Ну вот, ты представляешь, Мария, выдумала непонятно что, а потом еще и обижается! Но может быть она и в самом деле правду говорит, об этом ты не подумала, Фирс? А ведь может быть ты и права, Мария, я должна срочно сама во всем этом разобраться! Ой, надеюсь, Вероника и в самом деле все это придумала, а то жалко Фирс будет! Ну все, можно ехать, только зря настроение себе испортила! Правда? А что случилось, Мария? Да тут Вероника рассказала, что видела вчера парня Фирс с другой девушкой в кафе, ты представляешь? Да? А может быть они случайно там встретились? Да нет, Рейнбоу, парни никогда ничего не делают случайно, ведь правда, Витчи? Ну да, если парень пригласил девушку в кафе, значит она ему точно нравится! Вот и я тоже так думаю, а у тебя, Рейнбоу, есть парень? Да нет, Мария, у меня нету никого! Да? А почему? Ты же такая красивая девушка! Да, я и сама не знаю, Мария, может быть потому что мне просто не нравится никто? А как это никто не нравится? Ой! Ай! Ой, Витчи, ты что, разве можно так резко отъезжать без предупреждения? Да, я чуть с машины не улетела! Ой, извините, это случайно получилось, я поосторожней буду! Представляешь, Панке, я вчера с Твенг в кафе ходил, и она все-таки очень классная девчонка! Ну, если она тебе так нравится, Скриббл, то и встречайся с ней! Да, я уже думал об этом, Панке, ну а что я тогда Фирс скажу? Она же, представляешь, как обидится! Ну, пообижается немножко, да перестанет! Ты давай, звони Фирс и говори, что тебе другая девушка нравится! Что, прямо сейчас что ли? Ну, конечно, Скриббл, а чего оттягивать-то? Ну, хорошо, Панке, ты меня убедил, сейчас я ей позвоню! Алло, Скриббл, привет, я как раз хотела тебе звонить! А, слушай, Фирс, я тут сейчас возле магазинчика маленького, ты можешь подойти сюда? Мне нужно с тобой поговорить! Да, хорошо, Скриббл, я сейчас подойду! Вот сейчас-то я как раз и узнаю всю правду! Ну, все, Панке, я ей позвонил, сейчас она придет сюда! Ну вот, молодец, Скриббл, вы, кстати, вчера о чем с Твенг разговаривали? Да, она, представляешь, рассказала мне, что призналась Алло Ау, что он ей нравится, а он ей сказал, что ему Скетти твоя нравится! Что? Моя Скетти ему нравится? Так значит, я не зря ему синяк набил? Ну, получается, что не зря, ты был прав, Панке, он от своего не отступит! Эй, Скриббл, ну тогда план меняется, ты не должен с Твенг встречаться, пускай Твенг лучше с Луау встречается, чтобы он больше к моей Скетти не приставал! А как это план меняется, Панке? Я же уже Фирс позвонил! Интересно, а где же Скриббл? Говорил, что на остановке, а его здесь нету! Ой, а вот и Фирс пришла! Ну вот, Скриббл, иди скорее к ней, давай, укрепляй ваши отношения, купи ей мороженое, скажи что-нибудь приятное! Ну хорошо, Панке, тебя не поймешь, то говоришь расставайся, то мороженое ей покупай! Дайте мне, пожалуйста, мороженое! Ой, Фирс, ты и пришла, а у меня для тебя сюрприз! Ой, Скриббл, ну надо же, как неожиданно, ты с мороженым? Ну да, это клубничное, твое любимое! Ну спасибо тебе, Скриббл, а ты что хотел мне сказать? Да, ничего не хотел, просто хотел мороженое тебе купить! Ой, ну надо же, как приятно! А я хотела спросить тебя, это правда, что ты в Свенг в кафе ходил? А ты откуда знаешь, Фирс? Да мне Вероника об этом сказала, так что, значит это была правда? Ну не совсем так, я просто в кафе зашел, чтобы водишки себе купить, и как раз ее там встретил! Ага, ну понятно, Скриббл, а то я уже подумала, что у тебя с ней свидание было! Ну все, приехали! А куда это мы приехали, Витчи? А как куда? К дому Рейнбоу, ты же сама говорила, чтобы я ее домой отвез! А ты откуда знаешь, где Рейнбоу живет? А, так это она мне сама сказала, ну, когда ты из машины выходила, правда, Рейнбоу? Ну да, ты когда вышла, я объяснила Витчи, куда ехать нужно! Ну, спасибо вам, ребята, большое, что подвезли! Ой, подожди, Рейнбоу, ты извини меня, можно я у тебя в туалет схожу, а то уже полдня по городу катаемся? Да, конечно, Мария, ты проходи! Какая у тебя модная квартира, мне очень нравится! А куда мне идти нужно? А ты прямо иди, и там сразу туалет будет! Ну хорошо, Рейнбоу, ты извини меня, еще раз! Ой, хорошо, что Рейнбоу разрешила в туалет сходить у нее, а то я бы не дотерпела! Ой, я же совсем забыл, нужно же корзину с продуктами домой занести! Неужели Рейнбоу сама такие тяжести носит? Мне нужно почаще ее домой с магазина отвозить! Ой, ну и денек сегодня! Надеюсь, Мария ни о чем не догадалась! Рейнбоу, смотри, твои продукты ты чуть не забыла в машине! Ой, Витчи, спасибо тебе большое! А сейчас уходи отсюда скорей! Да, я уйду, но ты мне только объясни! Я что, в самом деле тебе не нравлюсь совсем? Да ты что, Витчи, как ты можешь разговаривать здесь на эту тему? Сейчас Мария придет! Ну вот, теперь можно и дальше с Витчи на машине кататься! Нужно только руки помыть! Там, наверное, Витчи уже совсем в машине заскучал, пока ждет меня! Ну ты все-таки ответь мне, Рейнбоу, нравлюсь я тебе или нет? Я думал, что ты не просто так со мной на море ездила! Да, Витчи, ты мне нравишься, но это ничего не значит! Ты же все равно с Марией встречаешься! Так, значит, все-таки нравлюсь? Хи, ну ничего себе! Как же это круто! Да что крутого, Витчи! Уж лучше бы я вообще тебя не встречала никогда! Ой, Витчи, а ты что, тоже в туалет решил зайти? Да нет, Мария, это я просто корзину с машины занес! А, понятно! Ну спасибо тебе, Рейнбоу, ты меня так выручила! Да нет же, Мария, это вам спасибо, что до дома меня довезли! Ой, ты такая милая, Рейнбоу! Ты знаешь что, ты тоже ко мне в гости приходи! Ну что, пошли, Витчи? А, да, пошли, Мария! Поверить не могу, Мария меня считает уже своей подругой, а мне ее парень нравится! Даже не знаю, как теперь мне ей в глаза смотреть? Ой, Витчи, ничего страшного, что я попросила тебя Рейнбоу до дома довезти! Да нет, Мария, нормально все! Ты все правильно сделала! Да, просто у Рейнбоу такая тяжелая корзина была, а она такая хорошая девушка! Как ты думаешь, мы могли бы с ней подружиться? Да я ничего об этом не думаю, Мария! Ты сама решай! Ой, ну почему, Витчи, мне не может совета дать? Ребята, а как вы считаете, мы могли бы подружиться с Рейнбоу или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях! А еще ставьте нам лайк и подписывайтесь на наш канал! В следующей серии будет продолжение этой истории! Пока!